Обсуждать это не принято, зато принято на это копить. Речь идет о ритуальных услугах. Нести тяжкие креста, точнее финансовое время погребения стало сложнее. Услуга никогда не была дешевой, однако пандемия похоронила все старые цены. Сегодня ритуал формата all-inclusive обойдется на 15 тысяч дороже, чем в прошлом году. Связано ли это с увеличением смертности от коронавируса? Представители ритуального бизнеса так не считают. Ежедневно около 70 смертей от COVID-19 по всему региону не слишком влияют на рынок похоронных услуг. Пандемия скорее спровоцировала экономический бум, в том числе подорожание стройматериалов. Это как раз и повлекло за собой небывалый скачок цен на ритуальную атрибутику. Маградки, стрелы лавочки, это непосредственно металл, который тоже подорожал, к сожалению, на серьезную такую сумму. А именно это где-то 80% с тем годом. Если взять памятники, то именно в этом году непосредственно подорожание было 5 раз, тоже где-то на процентов 40 подорожание было. Ну и лес, лес тоже где-то на процентов 30 подорожал. Жить дорого, но судя по ценнику ритуальных агентств, помирать как минимум не дешевле. Если в 2020-м стол и лавку можно было купить за 3 тысячи, теперь 6500. Стандартный памятник подорожал с 24 до 32 тысяч. Венки выросли в цене с 500 рублей до 750. Данная модель называется ХБ, составляющая цена ее дерево и ткань, плюс работа. Если на весну 2020 года он стоил 1200, то на сегодняшний день его цена 1600 рублей. В среднем весь ритуал с атрибутикой обойдется в 50 тысяч рублей. Кто-то сочтет, что ритуальщики делают бизнес на горе с увеличением смертности от коронавируса. Однако агенты уверяют, цену держат как могут. При этом, как казалось, не все готовы экономить, провожая близких в последний путь. Спрос порождает предложение. Точнее, коронавирус диктует свои тенденции. Например, появились специальные гробы со стеклянным окошком, чтобы в последний раз увидеть умершего от COVID-19 и при этом соблюсти требования Роспотребнадзора. Стоит такой вариант премиум-классом, соответственно, минимум 50 тысяч максимум в финансовых возможностях клиента. Впрочем, если денег нет, в последний путь проводят по закону, за бюджетный счет, если обратиться в комбинат спецуслуг. Земельный участок сам для погребения предоставляется бесплатно. Услуги могут взиматься только за копку могил. Например, в бюджетном учреждении города Омска комбинат специальных услуг, оно является специализированной службой по вопросам похоронного дела. Тарифы на копку установлены. Так, могила для свободного захоронения стоит 7 350 рублей, а для подзахоронения 8 360 рублей. Впрочем, подорожание на рынке ритуальных услуг – это только одна из проблем. Представители похоронных агентств признаются – мест для погребения на кладбищах становится все меньше. Действительно, на кладбищах дефицит мест, стараются уже подхоранивать, на дорогах копают места ямы, места могилы. Но пока еще есть возможность, нет отказа, что все не хороним. Но что-то надо с этим решать. Тема строительства крематория в Омске поднималась уже несколько раз. Впрочем, на данный момент известно, что тендер выиграла екатеринбургская компания «Феникс» и уже получила 2 гектара земли в Старом Кировске, причем без торгов. Общая стоимость проекта оценивается в 176 миллионов рублей. В ближайшее время к будущему крематорию начнут подводить газ. Услуга кремирования однозначно будет востребована, уверены представители похоронного бизнеса. Практически каждую неделю из Омска в Новосибирск отправляют умерших на кремирование. Урны с прахом занимают меньше места и, возможно, решат проблему дефицита земли под захоронение. Ситуация сложная. В городе даже пришлось открыть два кладбища – Новокировская и Старовосточная, на которых ранее был поставлен крест на захоронение. Погосты вновь начнут работать с декабря. Земельный ресурс муниципальных кладбищ ограничен, однако места для захоронения имеются, и закрытия в ближайшее время действующих кладбищ каких-либо не планируется. Большинство захоронений производится на территориях Новоюжного и Юго-Восточного кладбища, которые являются открытыми для свободных захоронений. При этом в 2022 году на строительство западного кладбища в проекте городского бюджета заложили 50 миллионов рублей. Столько же планируется потратить и на расширение Юго-Восточного по ГОСТам, правда, только в 2024 году. Администрация Омского района уже передала в безвозмездное пользование комбинату специальных услуг «Земельный участок» площадью 10 гектаров в Морозовке. Субтитры создавал DimaTorzok